Химический состав клетки Клетки живых организмов отличаются друг от друга не только по строению и выполняемым функциям, но и по химическому составу. В состав разных клеток входят практически одни и те же химические элементы. В клетке встречается около 80 химических элементов периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева. Это практически все элементы, которые присутствуют на нашей планете и известны на сегодняшний день. Выполняемая функция данных элементов мало изучена, так как из 80 элементов только у 24 определена функция, которую они выполняют в клетке. Химические элементы, которые встречаются в клетке, делят на три большие группы. Макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы. Распределение химических элементов в клетке неравномерно. Большую часть, примерно 98% от массы любой клетки, составляют макроэлементы. В первую очередь это кислород, 75%, углерод, 15%, водород, 8% и азот, 2%. Из этих элементов состоят молекулы органических веществ, а кислород и водород входят в состав воды, которая является основным неорганическим веществом клетки. Также к макроэлементам относят фосфор, калий, серу, железо, магний, натрий и кальций. Массовая доля любого макроэлемента в клетке составляет не менее 0,001%. Химические элементы, на долю которых в клетке приходится от 0,001% называются микроэлементами. Это цинк, йод, медь, марганец, фтор, кобальт, бром и другие. Процентное содержание в организме того или иного элемента никоим образом не характеризует степень его важности и необходимости в организме. Например, кобальт входит в состав витамина В12, йод – в состав гормонов тироксина и тиранина, а медь – в состав ферментов, катализирующих окислительно-восстановительные процессы. Кроме того, медь участвует в переносе кислорода в тканях моллюсков. Значительное число ферментов с разнообразным механизмом действия содержат ионы цинка, марганца, кобальта и молибдена. Кремний встречается у диатомовых водорослей, хвощей, губок и моллюсков. В хрящах и связках позвоночных животных его содержание может достигать нескольких сотых долей процента. Бор влияет на рост растений. Фтор входит в состав эмали зубов и костей. На долю ультрамикроэлементов приходится менее 1-миллионной от массы клетки. К этой группе относятся радий, цезий, ртуть, уран, золото и другие. Все вещества клетки делят на две группы – неорганические и органические. Основным неорганическим веществом клетки является вода. Благодаря своим физико-химическим свойствам вода – это хороший растворитель, следовательно, является средой для протекания химических реакций в клетке. Благодаря полярности молекул вода легко растворяет ионные соединения, соли, кислоты, основания. Вещества, хорошо растворимые в воде, называют гидрофильными. Жиры, нуклеиновые кислоты и некоторые белки плохо растворяются в воде или не растворяются вообще. Такие вещества называют гидрофобными. Вода играет важную роль в жизнедеятельности организмов благодаря своим свойствам. Благодаря высокой теплоемкости вода способна поглощать тепловую энергию при минимальном повышении собственной температуры. Выделение воды, транспирация у растений, потоотделение у животных предохраняет организм от перегревания. Обладая высокой теплопроводностью, вода способствует равномерному распределению тепла по организму. Практически не сжимаясь, вода создает тургорное давление, определяющее объем и упругость клеток. Благодаря образованию водородных связей между молекулами воды и молекулами других веществ, вода обладает оптимальным для биологических систем значением силы поверхностного натяжения, благодаря которой осуществляется капиллярный кровоток и движение растворов в растениях. Минеральные соли в клетке могут находиться в растворенном или нерастворенном состояниях. Растворимые соли диссоциируют на ионы. Наиболее важными катионами являются калий и натрий, которые отвечают за перенос веществ через клеточную мембрану и участвуют в возникновении и проведении нервного импульса. Кальций принимает участие в процессах сокращения мышечных волокон и свертывания крови. Нерастворимые соли кальция участвуют в формировании костей и зубов, карбонат кальция, в образовании раковин моллюсков, укреплении оболочек клеток некоторых видов растений. Магний входит в состав хлорофила. Железо входит в состав ряда белков, в том числе гемоглобина. Цинк входит в состав молекулы гормона поджелудочной железы, инсулина. Медь участвует в процессах фотосинтеза и дыхания. Важнейшими анионами являются фосфат-анион, входящий в состав АТФ и нуклеиновых кислот, и остаток угольной кислоты, регулирующий колебания pH-среды. Органические вещества клетки представлены углеводами, липидами, белками, нуклеиновыми кислотами, АТФ, витаминами и гормонами.